На днях из главного управления МВД по Свердловской области поступили новые выпуски сериала о будках в исполнении пресс-службы. Нет, она их, конечно, не производит. Тут природа сама успешно справляется. И лишнее подтверждение случилось, когда при проверке личного состава был выявлен лишний состав. По плацу во внутреннем дворике управления колонной, но в развалочку и не в лапу, по-дембельски, вышагивал паровозик. Мама во главе и четыре пушистика в кельваторе. Правда, в кадр больше трех одновременно не попадало. В маме начальник упомянутой пресс-службы Валерий Горелых наметанным глазом журналист полковника тут же признал ту самую синьериту, про визит которой в первой серии докладывал с 17 мая быстротекущего года. Быстро, потому что чужие дети опять, оказывается, быстро растут. В целом, этот сериал можно назвать «Наивная серая шейка» только летом. Главная героиня сначала появилась во дворе ГУМВД одна. Назвали ее Синьерита. Убедилась, что годная лужа тут имеется и территория охраняется, и вскоре накрякала себе селезня, которого тут же окрестили сыщиком. Ну а дальше все как у людей. Он ей вскружил голову, вырвал из почти родительского гнезда на Ленина-17. Она, наивная серая шейка, улетела, а когда залетела и снесла ему яйца, он ее бросил. И вот она уже, мать-одиночка, вернулась на родительский плац. Птенцы уже вполне шустрые. Навыки диверсионно-разведывательной работы имеют врожденные. Поэтому, пока мама улетает на работу, они запросто просачиваются, например, на сопредельную территорию, столь же областного управления ФСБ. В ГУМВД по этому поводу шутят, что растут будущие контрразведчики. Однако, если те ходят разведывать контрразведчиков, то они контр-контрразведчики. Причем уже прямо сейчас они будущие. А между тем полицейское начальство тревожится, «Как бы кто утиную мелочь не унес, как добычу? Не пора ли развернуть систему ПВО?» Далее цитата от полковника Горелых. Начальник главка генерал-лейтенант Александр Мешков дал поручение срочно найти орнитологов или иных специалистов, способных без потерь и травм переселить маму-утку и ее птенцов в более безопасное место, может быть, на ближайший пруд к их сородичам. Что касается судьбы главы утиного семейства, то этот вопрос на данный момент остается открытым. Конец цитаты. Ну, насчет папаши. Думается, с возможностями здешних настоящих сыщиков, селезня с погонялом сыщик вполне можно вычислить и убедить его платить по алиементам. Или с 1 марта 2011 года, правильнее, наверное, говорить, аликопам. Продолжение следует...